Похоже, это будет очень эмоциональный ролик. Для того, чтобы было понятнее то, о чем я буду говорить в этом видео. Я проработал учителем 8 лет. Преподавал русский литературу и историю общества знания в московской и подмосковной школе. А также 3 года был классным руководителем. Всем привет! Меня зовут Павел. И, наверное, самый популярный вопрос, который встречается в комментариях под моими видео об образовании... Как ты относишься к ЛГБТ? А, и еще, ты смотришь Треш Смэша? Но об этом я сегодня говорить не буду. И все такие... Но вот зато второй по популярности вопрос... Почему ты ушел из школы? И в этом ролике я, если и полностью не отвечу на него... Потому что причин на самом деле слишком много, а видео и так получится очень длинным. Так что приготовьтесь, мы здесь надолго. То расскажу о моменте, который заставил меня посмотреть другими глазами на систему образования. И понять, что... Текай из села, туби. Начнем издалека. Эм... Но не настолько. Наверное, сколько лет существует современная советско-российская школа, столько же и все люди, которые так или иначе с ней связаны. Педагоги, школьники, причем даже бывшие. Родители делили учителей на сильных и... Остановимся на сильных. К ним в класс пытаются отдать своего ребенка. Ну или на худой конец получить в качестве репетитора. Администрации держатся за подобных педагогов обеими руками. По идее. Потому что именно они являются своеобразным лицом образовательного учреждения. С приходом в наше образование капитализма перед государством стал вопрос. Как поощрять подобных учителей? Чтобы не все из них отправились покорять бизнес. Ну и чтобы можно было сказать, мы заботимся о наших бюджетниках. Это вы сами не хотите нормальные деньги зарабатывать. Свободная касса. По идее... По идее. В каждой школе должен быть некий стимулирующий фонд. Определенная сумма, которая делится между всеми учителями, которые за последние полгода добились наибольших успехов. И на бумаге все звучит просто замечательно. Оставим в стороне вопрос, что зачастую этот самый стимулирующий фонд на целую школу равен зарплате какого-нибудь продавца из пятерочки. Это если еще повезет. Но как понять, что педагог добился успехов? Ведь как заявляют представители правительства, мы хотим поощрять только лучших учителей. Но где объективные критерии этой самой успешности? Возьмем двух абстрактных рабочих на таком же абстрактном заводе. Один из них за месяц собрал две тысячи абстрактных деталей. А второй всего полторы тысячи таких же абстрактных деталей. Внимание, вопрос. Кто из этих двух абстрактных рабочих должен получить абстрактную прибавку к абстрактному окладу? Естественно, первый. Абстрактный рабочий. В школе тоже все просто. У кого лучшие результаты на ЕГЭ, тот и заслужил материальное поощрение. Ну что тут непонятного? Да вот фиг вам. И не абстрактный, а конкретный. Я вообще не могу представить, насколько нужно не разбираться в образовательном процессе, чтобы заявить такое. Но у нас заявляют. Прежде чем бомбить в комментариях, дослушайте мою мысль до конца. И да, опережая предположение, нет. Мои ученики не провалили экзамены. И я теперь ищу себе оправдания. Последний мой девятый класс дал ОГЭ без единой тройки. Это так, к сведению. Ну и чё тебе в комментариях писать? Наверное, все москвичи знают, что несколько лет назад в столице активно проходил процесс объединения школ. Несколько школ и детских садов сливались в одно учебное заведение на базе самой сильной гимназии или лицея района. По большому счету ничего не менялось, разве что цифры на фасаде здания, ну и отчитываться теперь приходилось перед новой администрацией. Я как раз и работал в той самой небольшой школе, которую притянула к себе звездная гимназия. Проходит год и в конце июня в актовом зале собирают всех преподавателей и начинается разбор полетов. Тех самых успехов. На огромную доску выводится таблица с результатами ЕГЭ по биологии. И по чистой случайности ЗАУЧ решает сравнить два класса. Биологический из главного здания и самый обычный общеобразовательный из моего. И о чудо! Естественно научный класс в среднем сдал ЕГЭ лучше. Нет, ну вы представляете, кто бы мог подумать? Может быть дело в том, что в этот класс принимали не всех желающих, а только тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по химии и биологии и минимум с четверкой по алгебре и геометрии за год. Или возможно сыграл роль факт, что в общеобразовательном классе два урока биологии в неделю, а в профильном пять. А может быть изначально контингент учащихся гимназии несколько другой. Потому что чтобы туда попасть, школьники барабанная дробь сдают вступительные экзамены. Но конечно же нет. Что за бред я несу? Просто в гимназии работают настоящие специалисты, которые идут в ногу со временем. Некоторые из которых прямым текстом на первом же уроке заявляют десятиклассникам, что они обязаны нанять репетитора, если хотят сдать ЕГЭ. А вот преподаватели остальных школ, судя по всему, не особо-то понимают, как работать с детьми. И поэтому весь следующий год вы будете находиться под особым контролем. Все это заявил человек с педагогическим образованием. Я могу понять, когда подобные сравнения вылетают из уст людей далеких от школы, которые детей-то в глаза не видели, и свято верят, что все ученики одинаковые. Как кружки вырезанные по трафарету. Но когда этот бред озвучивает учитель, Эд является официальной политикой школы? Давайте в один класс запихнем всех отличников, а во второй только двоечников. А потом будем удивляться, а почему это второй класс учится хуже? А еще заставим учителя писать объяснительную, почему он не может добиться такой же успеваемости во втором классе, как и в первом. Звучит как бред, но это реальность. Правда, по такой логике преподаватели, работающие в классах коррекции или в спецшколах с больными детьми, должны доплачивать администрации за возможность работать. Ведь их подопечные точно не станут стобальниками. И когда я поднял этот вопрос на том совещании, знаете, что мне ответили? С высоко мотивированными и успешными детьми гораздо сложнее работать. Приходится искать интересный материал. Что? Блин! Отличники могут легко заскучать на уроке. Вы знаете, как тяжело подготовить ребенка с врожденными дефектами слуха и речи к экзамену по русскому языку? Я вот знаю. И что-то мне подсказывает, что это несколько сложнее, чем не дать заскучать отличнику Пете. А еще я знаю, как готовить к ОГЭ восьмиклассницу, которая за два месяца ни разу не отпросилась в туалет. Простите за интимные подробности. Потому что она не знала, как это сделать. Дело в том, что по-русски она не говорила от слова совсем. Семья переехала из Узбекистана и администрация, не знаю, что уж у них там в голове творилось, не нашла ничего лучшего, как просто запихнуть ребенка, совершенно не говорящего на русском языке, в восьмой класс. И, конечно же, буквально через месяц все вокруг удивленно хлопали глазками. Ой, а как же это так получилось, что эта ученица написала пробный экзамен по русскому на двойку? Наверное, учитель плохо работает. Вон, посмотрите на Марью Иванну. У нее во классе сплошные пятерки и четверки. Я всегда работал в смешанных классах. Или в смешных? У меня были и победители всероссийских конкурсов, золотые медалисты, впоследствии поступившие в МГУ, и ученики, которые приходили в пятый класс, не умея читать. И представьте себе, со вторыми было работать сложнее. Вот открытие-то! Поощряется ли в российских школах работа с подобными детьми? Я даже сейчас не о финансах говорю. Нет, естественно! Сделать из хорошиста отличника чаще всего гораздо проще, чем из двоечника настоящего троечника. Ну, мы сейчас не о рисовании оценок в журнале говорим, а о настоящих знаниях. Но в нашей системе образования развитие конкретного ребенка вообще никому не уперлось. Никого не интересует, что какой-нибудь Петя в пятом классе делал в диктанте 30 ошибок, а в девятом он уже сдал УГ на тройку. В любом случае, в итоговой таблице он будет минусом, который указывает на отсутствие работы со стороны учителя. Преподаватели, которые работают в сложных классах, не только не получают какой-либо поддержки, их еще и клюют постоянно. Вон, посмотри на гимназический класс, почему ты так не можешь работать? Особенно весело, когда ты ведешь целую параллель, и в одном классе у тебя сплошные пятерки... Значит, работать умеешь! А в другом дети едва порог преодолевают. Не, все-таки не умеешь. В первом пишем исследовательские работы и участвуем в научных конференциях. Вот, занимается педагог. А во втором девятом классе ученик, только что переехавший из Таджикистана, заявляет, что предложение сложное, потому что в нем есть существительное и глагол. И дальше музыка из Яралаша. Пара-пара-пам. А через месяц ему сдавать ОГЭ. Все же не занимается. И да, педагог один и тот же. До сегодняшнего дня одним из своих главных педагогических достижений я считаю результат, который, в общем-то, и привел к моему увольнению по собственному желанию. Когда я переехал в Москву, мне досталось два, как сказала Зауч, сложных шестых класса. Всю сложность подтвердил уже первый тест, который я провел, чтобы определить уровень подготовки детей. Внимание, взял контрольную за четвертый класс. А чё так сложно? Результат? Из двух шестых классов только шесть человек пишут не на два. А вы говорите, одаренных детей не бывает. Первый административный диктант пишут еще хуже. И вот я подхожу с этими результатами к администрации и уточняю. Вы же понимаете, что это еще не мои двойки? А то вы знаете, как у нас любят двойки учителям приклеивать. Я с детьми и двухнедельней отработал. Да, да, конечно, мы отлично осознаем уровень. В пятом классе у детей почти полгода нормальных уроков русского языка не было. Мы все понимаем. Ну, понимаем так понимаем. Проходит полтора года, и происходит то самое объединение школ. И практически все сильные ученики из моих классов переходят в гимназические в главное здание. А мои теперь уже седьмые классы сливают в один. В декабре мне сообщают, что в этом году в городской рейтинг школ идут результаты ЕГЭ, ОГЭ и, внимание, городской контрольной работы по русскому и математике в седьмом классе. А раз дело касается рейтинга, и мы вроде как теперь элитная школа, я понимаю, что во что бы то ни стало должен обеспечить нормальные результаты. О хороших я даже не мечтал. Надеюсь, вы уже поняли уровень класса. Какой учитель, такой и класс. С января по май все уроки у нас начали делиться на две части. На первой половине урока мы изучаем текущие темы, а всю вторую посвящаем повторению предыдущих тем и активно готовимся ко дню Х. Я так детей к выпускным экзаменам не готовил, как работал в эти полгода. Приходят результаты контрольной. Одна двойка. Сказать, что я был счастлив, это не сказать ничего. И тут же меня вызывает к себе директор. Наверное, похвалить. Ага, конечно. Павел Викторович, а вы вообще детей контрольной готовили? А то мы вот тут сравнили результаты вашего класса и гимназических из главного здания, и у них четверок и пятерок больше. Вы вообще детей готовили? Знаете, вот в этот момент просто как отрезало. Все то время, что я там работал, меня использовали как лицо школы. Любые конференции, открытые уроки, какие-то совещания, представления опыта всегда отправляли меня. Ну не зря я блогером стал. А теперь, отлично зная, какой у меня класс, спрашивают. А вы вообще готовили? Через неделю этот же класс пишет точно такой же экзамен, но уже по алгебре. Сейчас, очень боюсь обмануть, все же несколько лет прошло. То ли не одной тройки, то ли две, остальные двойки. После этого оказалось, что мои результаты просто идеальные. И все такие, а как вы этого добились с такими детьми? Вся эта ситуация заставила меня понять, что системе глубоко наплевать, как ты работаешь, с кем ты работаешь. Важны исключительно итоговые цифры. Учитывая, что сейчас практически не осталось школ для детей с особыми заболеваниями, детей с отставанием в развитии запихивают в обычные классы. И когда подобный ребенок не справляется с программой, о боже, как неожиданно! Всем по боку и на ребенка, и на то, что с ним нужно сделать, чтобы дотащить его до этой магической тройки. Главное, что он отрицательно влияет на рейтинг школы. А так как школьнику предъявить ничего нельзя, не торопитесь писать гневные комментарии. А вот у нас всегда во всем школьники виноваты. Я сейчас говорю не об обсуждении успеваемости Васи в кабинете директора, а о более глобальных вещах. Когда идет анализ работы школы, проверке глубоко наплевать, почему у Васи стоит двойка. Больной он, здоровый, наркоман, а может быть у него учитель фиговый? Без разницы. Конкретная история конкретного ученика никому нафиг не уперлась. Потому что, а вот в А-классе пятой школы 27 отличников. Почему вы так не можете? Дети же везде одинаковые. И в итоге складывается ситуация. Ты либо сидишь в гимназическом классе и снимаешь сливки ложкой, испытывая неимоверные муки, работая с умными детьми, либо рвешь жилы барахтой в слабом классе. А тебя еще и отстоем назовут. Забавно, что после всего этого мне предложили перейти работать в главное здание. В те самые отобранные классы. И это бы, конечно, решило мои проблемы. Но система от этого не стала бы менее гнилой. С моими слабыми учениками мучился бы просто кто-то другой. И его так же бы клевали, обвиняли в том, что он вообще ничего не делает. Я до сих пор чувствую себя некомфортно, когда вспоминаю другой случай, где я уже оказался по другую сторону баррикад. Два девятых класса. Один мой, сильный, в котором я работаю уже 4 года. Второй, ну скажем так, с национальным компонентом. Вот сейчас не утрирую. Русский язык был родным для трех учеников. В самом конце августа от них отказывается учитель. Ну, все, не вынесла душа поэта. И в итоге зауч буквально со слезами на глазах умоляет молодого педагога взять класс. Мы поможем, никаких претензий. Вот просто главное, доведи до экзамена. Вторая неделя сентября. Первый пробный экзамен. В моем классе две тройки. Во втором тоже. Только вот остальные двойки. Очень неожиданно. Нас вызывают на ковер и моей коллеге заявляют. Почему вы не можете нормально работать? Вот, берите пример с Павла Викторовича. Посмотрите, какие у него результаты. Человек не отработал в классе и двух недель. Три урока русского языка. Каким, блин, образом она могла исправить ситуацию? Классы учителя берем под контроль. В школе процветает игра «Горячая картошка». Кто последний, тот и вода. До тебя с классом могли работать 10,5 лет. Но если к экзамену привел выпускников ты, то тебе же придется отвечать за все неудачи. Четыре года с классом работал учитель начальных классов, шесть с половиной Марья Ивановна, а вот последние полгода ты. В итоге двойки, конечно же, твои. Вот такая вот веселая арифметика. Я не могу сказать, что та ситуация с седьмым классом стала причиной моего ухода. Обидели мышку, написали в норку. Нет, это был просто толчок. Основной момент связан с тем, что я просто почувствовал, что вот еще чуть-чуть, и меня из этой богадельни вынесут вперед ногами. Это не шутка. Мне сейчас-то дик вспоминать, но я искренне считал, что ежедневная головная боль – это норма. Заводите Малышеву. Где-то к середине третьего урока она начинала болеть. Голова, не Малышева. И к восьми вечера переставала. Как мне объяснил врач, вам нужно меньше напрягаться. Внимание, вопрос, как? Как накакал, так и съел. Мой типичный распорядок дня. До двух часов провожу уроки, потом минимум час ежедневно занимаюсь отстающими. Дальше готовлю шесть презентаций и конспектов уроков к следующему рабочему дню. Ну, не могу я сказать. Так, детишки, открываем учебники на страничке 25 и делаем прям все упражнения подряд. Да. А, еще если время останется, можете и дидактического что-нибудь поделать. На свой вкус. А я пока тут журнальчик. Заполню. Дальше любимый отрезок. Три пачки тетрадей – 90 штук. Представим, что я проверяю тетрадь за минуту. Покажите мне учителя, который сможет проверить сочинение одиннадцатиклассника за минуту. Но, предположим, минуту. Это в любом случае еще полтора часа. А я не проверяю тетрадь за минуту. Павел Викторович, а вы у меня ошибку пропустили. Внимание, вопрос. Во сколько я приду домой? А так, да, мой рабочий день длился всего лишь до двух часов дня. Да, я знаю, что шахтерам работать гораздо сложнее. Я сейчас говорю все это только для того, чтобы разрушить этот стереотип, что учителя якобы работают исключительно до двух часов дня. Фигушки. Только плохие учителя работают до двух. Те, кто готовится к урокам, кто реально пытается что-то делать необычное на своих занятиях, дай бог, вот просто дай бог уходят с работы в шесть часов. И это если мало уроков и мало классов. А теперь представьте, что, допустим, у какого-нибудь учителя русского языка или математики, ну, я сейчас говорю о тех предметах, где много тетрадей, допустим, у них пять классов. Это пять пачек тетрадей. Вы посчитайте, сколько только тетради будут занимать времени у подобного человека. И опять же повторяю, я знаю, что, в принципе, очень много тяжелых профессий. Не нравится школа, иди вон, пожалуйста, дороги, там, не знаю, укладывай шпалы. Я этому советую последовал. Ну, я не шпалы пошел укладывать, я просто из школы ушел. И вот и получается, ты либо начинаешь забивать на работу, чтобы успевать жить, либо забиваешь на жизнь, чтобы работать. Я вот восемь лет шел по второму пути, а потом в один прекрасный день тебя спрашивают. А вы детей-то готовите? И ты такой, а нафига козе баян? Если в том же самом Макдональдсе я буду получать больше, а головной боли будет в разы меньше. Жалею ли я, что работал в школе? Нет. Вот просто сто процентов нет. А нравилось ли мне работать с детьми? Да, очень. Хотел бы я вернуться в систему образования ни за что. Хотя зарекаться, конечно, не стоит. Правда, кто меня после моих роликов в школу-то пустит? Павел Викторович, а вот я тут еще одну ошибку нашел. Педагоги, школьники, причем даже бывшие учителя. А педагоги это не учителя, да, Паш? Это вот разные вещи. Вот есть педагоги, а есть учителя. Точно. Начинаем набирать контент для неудачных кадров.